Эй-эй-эй-эй-эй! Камера-фоу! 2019 год, уже февраль. У меня 31 год, и к этому времени я хотел что-то создать, что-то изобрести, какой-нибудь разрыв пространства, придумать, создать что-то такое общее, полезное для человечества. А как оказалось, у меня за спиной ничего нет, потому что все деньги, которые у меня были, я прозевал. Просто как-то гулял, тратил, покупал то, что не надо. В город Сирии убирался столько ненужных вещей, которые нафиг не надо. Их просто что-то продавал, что-то просто выкидывал. Ну что, начнем упаковывать подарки. Что-то сопли получились. Главное, не опускать руки, не сдаваться. Как мои батарейки на этой новогодней елочке. Это же лучше, что можно подарить своими руками. Конечно же, нужно, наверное, что-то мамочке писать любимое. Все, все, все. Надо новогоднее настроение. Создайте ваш публика, писать сегодня. Можно приклеить снизу ночку сюда еще. Еще раз, с новым годом вас. Приехал на Новый год, я ровно в 10 часов, 31 декабря. Домой на машине на летней резине был туман, еще ехал где-то 60-70 км в час. Я это ничего не заснял, просто дрожался за руль, как проклятый. Было страшно ехать и очень переживал. Нет. А что такое? Нет, принеси-ка ты мне очки. Мне он снял камеру. Это же было хоть шесать. Что это же для меня? Это же память в манере расчерсать, какая есть такая. Ну, а зачем ты мне красивая? Мы сейчас не увидим себя. Просто завтра тебе покажу. Я тебе покажу. А чего она злится? Ты же пить будешь, нет, завтра будешь заведем. Да, может, сегодня чуть-чуть шампанского попью, там, у Дениса, ну. Ну, такая за трудовой тебя вызывание. Уже к мне, да? Да. На Новый год я делался как Дед Мороз и пошел по друзьям. Я не пил ровно где-то до часу или полвторого ночи. Цита. Не пил ровно где-то до часа. Дед Мороз. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok После одной встречи в Силагорске, как можно сказать, с байкером, другом, меня что-то переклинило и я впал в такую жесткую тяжелую депрессию. Я в Силагорске пробыл дней 5-6 и я понял, что у меня ничего нету. Нет моего лучшего друга, нет девушки, но это не беда, это как бы всегда можно поправиться. Но самое большое и печальное то, что я не собирал никаких отложений на жизнь, на будущее, что если мало ли что случается, у меня никогда нет денег. И я впал в тяжелую депрессию, просто не знал, что делать, мне хотелось просто покончить жизнь самоубийством и все на этом закончить. Работы не было, практически уже месяц не работает, мелкие-мелкие-маленькие работки такие, только на хлеб и на бензин, и то раз в неделю какой-то заказик выскакивает. Тренировки мне, конечно же, туго, пришлось урезать питание, никакой фармы, ничего. Как бы обращался, там пытался общаться, кто-то помогал, кто-то так словами, морально, но было очень тяжело с этими мыслями жить. Просто депрессия за то, что нет денег и я ничего не стою. Я даже не хотел домой в эту квартиру приезжать в Минске и все на этом. Когда я приезжал сюда, я впадал в еще большую депрессию. Но, как оказывается, выход есть всегда. Я списался с девчонкой, которая приезжала на скорой помощи с утра ко мне с моим сердцем, и она мне посоветовала пропить вот такой препарат Револон 300. Он дешевый, стоит 2 рубля 70 копеек, плюс витамин D, но у меня тогда денег хватило практически только на Револон 300. И все на этом целый месяц пропил, буквально через неделю уже стало лучше, я как бы мог спокойно спать без всяких там мыслей дурацких. И появилось какое-то будущее, настроение на будущее. Но денег же все равно не было, благо у меня могу бесплатно тренироваться хотя бы. Я всегда не о себе не думаю, только думаю о других, как бы помочь кому-то, как бы чтобы пользу приносить. И если человеку тяжело, я ему все последнее отдам, но только не себе. А как оказалось, когда я один остался, когда какие-то проблемы нависли, то почти никого и нету. За квартиру деньги требуют, за все деньги требуют, и мне пришлось продать мой Peugeot 86 минивэн. Едем забирать транзиты, надо успеть до 19 приехать, забрать транзиты. У меня осталось 40 минут. И забрать сегодня машину новую мою, прям салона. Я как бы печально, что машина классная, большая, но человек в нее уже вложил 300 с чем-то долларов на запчасти, плюс работа, плюс еще коробку менять надо будет в будущем. И кусок машины там переваривать, оказалось, что не так все легко и просто там в ней. То, что она чуть-чуть гниловатая, просто было все замазано. Но я выбрал себе другую машину, буквально за один день, за пару часов. И спасибо Сане, что мне помог с автоподбором. У него глаз алмаз на такие машины. И понимаешь, что выход есть всегда и какой-то, есть ради чего жить и ради чего радоваться. Просто не стоит забивать себе голову всякой ерундой и не думать о каких-то проблемах, о последствиях. Просто наслаждаться жизнью такой, какая она есть. Бывает грустно, бывают депрессионные такие мысли, настроения, но это все поправимо. Всего хорошего. Вася, ты сейчас взорвешься. Поздравляю. Ну, дай, дай газу.